63 человека это те, которые мы мониторим. Могу сказать, что более, вот даже два года назад, находясь в тюрьме, и Женя сейчас подтвердит, я говорил, что это можно исчислять сотнями политически мотивированных преследований и осуждений, это сотни. И когда ты получаешь статус особо опасного, то ты идешь по Столыпинской дороге, она так называется в России. Тебя везут по этапам, по СИЗО. Заключенные этапы мы называли пытками. Я 4 месяца ехал до лагеря. СИЗО до лагеря 4 месяца. Это постоянно вагон, тюрьма, вагон, тюрьма. Не врубишь зэковской, она же с полосками, но специфическое. Ну конечно, лицо склонное к терроризму, к экстремизму. Дорожная форма. Чтобы светоотражательные полоски. Надо было во что-то более, скажем, одеться такое нормальное. Что-то нашел со своих, естественно, где-то он там лежал, понятно в каком состоянии. Ну, одет весь помятый, застегнутый. Ну, это уже в самолете сервис, носят покушать. Все разминили, да, я просто вот так вот застегнутый. И вот просто от них же все ожидаешь. Каждый раз, когда тебя с камерой выводят в нерабочее время, ты ждешь худшего. Потому что камера, оно есть такое твое убежище, где ты понимаешь распорядок, уже знаешь, кто сидит рядом, знаешь, кто заходит, для чего заходит. И создаются некие такие вот твои представления о твоей безопасности, да, где ты можешь что-то. Только ты покидаешь эту камеру, ты можешь потеряться в любом направлении, и ты ни на что не влияешь. Уже вот эти полицейские, которые обслуживали тюрьму, которые остались местными, они уже подходили и кому доверяют, то есть вот ко мне, там, к Жене, политически. Они пытались сказать, что вот все, что случилось с Крымом, это плохо. Уже к тому времени крымских татар было, наверное, больше сотни сидело. Как у тебя дела? А комбой, который его ведет, говорит, а ты, Маган, нельзя, нас уволят, я говорю, вас и так уволят. Спокойно, говорю. Рассказывай, говорю, Женя, как у тебя дела? Он говорит, нормально. Ну, я понимаю, он только попал, и поэтому он так смотрит, не может понять. Я говорю, у тебя здесь что? Это тебя прессуют? Он говорит, нет. Я говорю, а это что? Он говорит, когда брали. И я говорю, конвой, куда ведешь? А он говорит, на спецпост. А меня только вот месяц со спецпоста перевели на четвертый этаж. То есть это на повышение. Там я уже как бы считался среди этого, среди авторитетов, да, скажем так? Разрешите. Все, что делается на Востоке, напрямую связано с Крымом. Никогда не поверю, что вот эти переговорщики с российской стороны, я их очень хорошо многих знаю, чтобы они в переговорах, так или иначе, не пытались застолбить Крым за Россией. Никогда не поверю, что они этого. Это и касается нормандский формат. Говоря об условиях на Востоке, по умолчанию говорят о Крыме. Чем слабее будут позиции на Востоке у Украины, Чем менее будут категоричны участники Нормандо, Франция и Германия по Востоку Украины в отношении России, тем тяжелее ситуация будет с Крымом. Украина всему миру продемонстрировала, что она за свою свободу готова отдавать свою жизнь. Потому что Украина смогла остановить, пусть на своей территории, но врага, которого опасаются все европейские государства. Поэтому европейское сообщество должно выполнить свои обязательства. Не исходить из ситуативных каких-то проблем в Украине, потому что они сегодня есть, завтра их может не быть, и могут эти изменения носить другой характер, как в 2014 году. Европейское сообщество должно выполнять свои обязательства по отношению к Украине и нести ответственность наравне с Украиной, потому что Украина – это Европа.